День вручения Нобелевской премии В 1988 году Альфреда Нобеля похоронили заживо. В России умер брат Нобеля, Людвиг, и по ошибке репортеры в газеты поместили объявление о смерти самого Альфреда Нобеля, а не его брата. Прочитав во французской газете собственный некролог под названием «Торговец смертью мертв», Нобель задумался над тем, как его будет помнить человечеством. После этого он решил изменить свое завещание. Благодаря внедрению своих изобретений Нобель скопил внушительное состояние, большая часть которого пошла на создание премиального фонда. Нобелевские премии присуждаются во всех отраслях науки и культуры. Кроме того, каждый год включается Нобелевская премия мира. Есть несколько интересных пунктов, регламентирующих выбор лауреатов. Так Нобелевской премии могут награждаться только отдельные лица, а не учреждения. В одной номинации Нобелевской премии могут быть одновременно награждены две работы. А также Нобелевская премия не может присуждаться посмертно. Премия может вообще никому не присуждаться, если члены соответствующего комитета не выбрали достойных работ среди представленных. В этом случае призовые средства сохраняются до следующего года. В процедуре награждения номинантов предшествует большая работа, которая ведется круглый год многочисленными организациями по всему миру. Интересно другое. Откуда ежегодно Нобелевский комитет берет деньги на премии? Деньги Нобеля вложены в специальный денежный фонд, которым управляют финансисты. Они вкладывают эти деньги в разные отрасли экономики, получается прибыль, из которой и выплачивается премия. Поскольку прибыль непостоянна, год от года меняется и величина премии. Награды в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики 10 декабря в годовщину смерти Альфреда Нобеля в Стокгольме вручает лично король Швеции. Премию в области защиты мира в городской ратуше Осло вручает в присутствии короля и членов королевской семьи Норвегии. Лауреаты получают золотую медаль с изображением Нобеля. Диплом и денежную премию, размер которой зависит от доходов Нобелевского фонда за прошедший год.